Еще одна проблема, способная не на шутку осложнить жизнь настоящего брутального корсара, это новые правила пользования сервисами Microsoft. Ругаться и сквернословить скоро запретят, причем не только в онлайн-играх. В широко распахнутые ворота зоны тотальной вежливости 1 мая заезжают все подряд. Например, Skype, Outlook и Office. Помимо обнаженки, порнухи, зоофилии, сцен насилия и преступной деятельности, теперь в списке запрещенных материалов числится и нецензурная, оскорбительная лексика. Что именно следует произнести или настрочить, чтобы попасть под раздачу, пока неизвестно. Однако, уже известен характер грядущих репрессий. До сведения публики доводят следующее. Нарушение правил поведения при использовании служб Xbox может привести к приостановке предоставления или блокировке служб Xbox, включая утерю лицензий на содержимое времени золотого членства Xbox и балансов учетных записей Microsoft. Но вообще, граждане используют видеоигры, особенно онлайн-игры, чтобы сбросить эмоциональное напряжение. А напряжение люди сбрасывают на время, отказываясь от привычного лицемерия, сдержанности и показной вежливости, к которым нас старательно приучает цивилизация. Подростковая агрессивность и так называемая токсичность в сети – способ хоть где-то почувствовать себя крутым и бесстрашным. Интернет-хамло самоутверждается, унижая людей, живущих на безопасном расстоянии от его хрупкого тельца. Отнять такую возможность у малолетних – значит лишить их изрядной части удовольствия от интерактивных развлечений. Администрация тупичка выражает надежду, что за соблюдением данной нормы не будет налажена слишком уж рьяная слежка. В противном случае потери будут чрезвычайно велики. Ну а отечественных игроков, особенно юных, вообще останется в Xbox Live не так уж много.